И я продолжу нашу конференцию докладом о хирургическом лечении плоскоклеточного рака полового члена. И при этом я делаю эту презентацию, всегда хотел как-то и украсить, но потом подумал, что действительно сегодня будет достаточно красивых, впечатляющих презентаций и картинок, и мы это действительно сегодня видели. А при этом я подумал, что действительно очень важно на самом деле более детально отразить ту этапность лечения больных раком полового члена, которая существует на сегодня. И действительно есть ряд нозологических форм в онкологии, и в частности в онкорологии, где скрупулезное и тщательное соблюдение стандарта этапности введения пациентов является залогом успеха. И даже малейшие нарушения приводят, в общем-то, к непоправимым часто результатам. И на самом деле вот такой же подход на сегодняшний день и при раке полового члена, и он... И при раке полового члена, и поэтому презентацию я сделал достаточно такую скучную, но при этом, на мой взгляд, несколько методичную для того, чтобы понимать, что действительно вот эта этапность лечения больных и стадия ассоциированного лечения является сегодня тем вариантом, который мы должны активно использовать. Какой еще есть момент, который я бы хотел озвучить до начала презентации, это то, что действительно есть ряд онкологических заболеваний, которые, к счастью, отличаются малой уровнем, низким уровнем заболеваемости. И, конечно, для населения это счастье, но для специалистов это большая проблема, так как накопить опыт, сделать какие-то обоснованные, доказанные выводы, конечно, чрезвычайно сложно, потому что просто банально трудно вписаться с этими когортами, с этими группами больных в те требования доказательной медицины, в которых сегодня мы живем. И поэтому это сложности, присущие раку полового члена. И если мы посмотрим дальше, то на самом деле, при том, что я говорил, что действительно доказательная база, например, для системного лечения предракового заболевания или даже доброкачественных изменений головки полового члена на сегодняшний день не существует. Но и при этом, и для локальных методов, о которых мы говорим, которые на сегодня включены в стандарты, к сожалению, уровень доказательности не превышает трех. То есть мы на сегодняшний день не имеем каких-либо рандомизированных крупных исследований, которые бы говорили об эффективности того или иного подхода. Обычно это все-таки небольшие группы, чаще всего ретроспективные, на результатах лечения которых мы делаем на сегодняшний день выводы, а также мета-анализы. Поэтому, к сожалению, уровень доказательности, еще раз повторю, достаточно низкий, но тем не менее тот алгоритм, который на сегодняшний день принят, он должен выполняться, и тогда, конечно, результаты лечения будут значительно лучше. Какие еще общие особенности я бы хотел выделить в лечении рака полового члена? Конечно, это первое, что всегда у нас в голове и у пациента, это максимально орган, сохраняющий подход. Понятно, что это, во-первых, чрезвычайно психологически значимая область для мужчины, и потеря этого органа равносильна, наверное, потерю жизни, или значимой очень части жизни. И поэтому, конечно, это всегда очень большая психологическая травма. И поэтому многие пациенты долго не обращаются за медицинской помощью, склонны скрывать эти изменения, и поздно достаточно приходят на прием к врачу. Но при этом, если посмотреть статистику, на самом деле абсолютное большинство пациентов обращается вовремя, и только 5-10% при первичной постановке диагноза имеют отдаленное метастазирование. Поэтому все-таки, с другой стороны, вот эта значимость этой системы для мужчины как раз в том числе подвигает его к быстрой реакции и к обращению за соответствующей медицинской помощью. С другой стороны, мы должны понимать, что это все-таки онкологический процесс, и лечение должно быть проведено в радикальной программе, то есть максимально радикально. И вот эти вот весы, где мы должны соблюсти максимально органосохраняющий подход, и, с другой стороны, достаточную радикальность, и, наверное, является основным мотивом во всем лечении, и во всех вот схемах, и этапности лечения рака полового члена. Это чрезвычайно важно. Именно поэтому все методы лечения, оцениваемые при данной патологии при разных стадиях, опираются в том числе и на онкологическую целесообразность. Это будет дальше показано, причем не только на ранние точки, такие как позитивный хирургический край, ранних рецидивов, а чаще всего все-таки идет ориентировка на общую выживаемость этих пациентов. И вот именно по этому показателю будет видно, что часто можно выполнить более органосохраняющее лечение, чем нам кажется первоначальным. В чем важность максимального органосохраняющего подхода? Конечно, это сохранение сексуальной функции, эректильной функции. Конечно, чрезвычайно важен косметический эффект, в том числе сохранение полноценного мочеиспускания. Ну и последнее, как мы говорили, это радикальность лечения. И именно этому и отвечает тот стадиоадаптированный подход в лечении, который на сегодняшний день принят абсолютным большинством рекомендаций. И на этих принципах и основан выбор той или иной лечебной тактики для каждого конкретного пациента. И вот этот стадиоадаптированный подход на сегодняшний день основывается на обобщении как классификации ТНМ, то есть клинической стадии степени дифференцировки и гистологического типа опухоли. И, возможно, в скором будущем с ассоциацией с HPV-инфекцией. Наличие ассоциацией с HPV-инфекцией в ряде вариантов рака полового члена может играть положительную прогностическую роль. Но, однако, на самом деле, на сегодня вот этой связи, несмотря на то, что мы делим ассоциированные и не ассоциированные с HPV, для рака полового члена пока каких-то конкретных клинических рекомендаций мы не имеем. Мы только можем экстраполировать с раком головы и шеи и форуфорангиальным раком, где появились уже рекомендации по выбору, во всяком случае, системной терапии у данной категории пациентов. От чего зависит объем? Как я уже сказал, от той стадии, в том состоянии, какой пациент обратился за лечением. И понятно, что при минимальных изменениях, когда у нас имеется опухоль низкого риска развития рецидива, это образование нулевой и первой клинической стадии, возможно, сохранение головки половой члена или органа, или резекции головки половой члена, то есть выполнение хирургического вмешательства в минимальном объеме. Тогда как опухоли высокого риска прогрессирования и рецидива, это вторая стадия клиническая, конечно же, подвергаются ампутации головки или частичной ампутации полового члена. Конечно же, при более продвинутых стадиях, при третьей клинической стадии, когда мы имеем уже метастазированные лимфатические узлы, клиническое метастазирование, пациентам предлагается ампутация полового члена с последующим удалением региональных метастазов двусторонней паховой лимфоаденоктомии. Ну и четвертая стадия – это палеотивное, к сожалению, лечение, так как высокоэффективной лекарственной терапии на сегодняшний день мы не имеем. В основном это все-таки пациенты, подлежащие клиническим протоколам. А хирургическое лечение в этой ситуации, конечно, носит симптоматический характер. Это удаление распадающейся опухоли, нормализация мочеиспускания и решение других проблем, которые возникают у этого пациента на фоне прогрессирования. Итак, лечение больных раком полового члена с клинической стадией 0.1. И вот о том, о чем сегодня много достаточно говорили, я хочу подчеркнуть, что на самом деле троплазия кейра и болезнь Боуэна – это уже рак, это карцинома инситу. Относить их к предраковым заболеваниям на сегодняшний день, во всяком случае, как минимум с лечебной тактикой и с теми перспективами и прогностическими критериями этих форм патологии полового члена, на мой взгляд, нецелесообразно. Мы видим, что в 5-15% они прогрессируют в инвазивный рак. И еще раз повторю, это патология, являющаяся уже карциномой инситу. И требуют соответствующего подхода лечения. 0А – это клиническая стадия. Это категории ПТНМТА, Н0М0. По сути, неинвазивный, локализованный, чаще всего плоскоклеточный рак, как наиболее благоприятный из большинства гистологических типов рака полового члена. Ну и те критерии клинические оценки лимфатических узлов, что для рака полового члена является принципиально важным, это непальпируемые лимфатические узлы. И отмечаю, что для пациентов с высокой индексом массы тела пальпаторных данных недостаточно. И у этих пациентов необходимо выполнение ультразвукового исследования для клинической оценки состояния лимфатических узлов. Ну и ПНОЛЬ, понятно, что гистологическая оценка удаленных лимфатических узлов, возможно, сигнальных, возможно, футлярных, футлярно и является категорией ПНОЛЬ. И, конечно же, этим пациентам мы на сегодняшний день должны предложить локально орган, сохраняющий лечение, вариантов которого у нас достаточно много. Это и хирургические варианты, хирургическая инцизия. Конечно, она сопряжена с большими проблемами, как косметическими, так и деформацией головки. Так и, возможно, нарушение функций при больших площадях нарушений. Но о том, о чем говорил Сергей Владимирович о методике МОХ, конечно, мы все приводим, но при этом практически на сегодняшний день, ну уж точно в Российской Федерации, наверное, никто не использует в связи с огромной проблемой как координации действий морфолога и хирурга, так и очень длительного времени выполнения этой манипуляции, плюс огромных сложностей, даже чисто организационных, реального возможности выполнения фрозен-биопсии, исследования непосредственно у, по сути, стола операционного с оценкой вот этих слоев, удаленных слоев, для оценки радикальности проводимого вмешательства. Поэтому, возможно, на сегодня хирургическая инцизия не является таким методом выбора для этой категории пациентов. Тем не менее, есть, наверное, все-таки группа больных, для кого это чрезвычайно целесообразно. Это проблема действительно верификации и стадирования опухолевого процесса, тем более при этой стадии. И, конечно, она возможна только при инцизионной биопсии. Вот это еще один очень важный момент, который сегодня, может быть, где-то вскользь упоминался, что все пациенты с наличием изменений на головке полового члена должны подвергаться инцизионной биопсии. Конечно, не все подряд, а те пациенты, прежде всего, у которых длительное консервативное лечение изменений на головке полового члена не приносит клинического эффекта или прогрессирует на фоне проводимого лечения. Таким временным барьером является три недели. То есть, если мы проводим пациенту по поводу того же баланопастита адекватное лечение в течение месяца, и мы не видим улучшений, то этому пациенту показана инцизионная биопсия. Именно инцизионная биопсия, потому что только она может адекватно верифицировать процесс гистологический и в том числе стадировать заболевание, имеется или не имеет, или отсутствует инвазия, и тогда мы будем понимать, что это действительно клиническая стадия 0 или клиническая стадия 1 или 2. Поэтому чрезвычайно важно проведение именно инцизионной биопсии по показаниям. Без практики я вижу, что, к сожалению, это достаточно редко предлагается больным, выполняется цитологическое исследование, выполняются какие-то такие поверхностные, взятия поверхностного слоя, а это, в принципе, недостаточно для полного диагноза. Поэтому для хирургической полной инцизии есть группа больных с небольшими по площади образованиями, которые, конечно, целесообразно уже изначально иссякать полностью с целью верификации постановки и стадирования. Поэтому вот эти небольшие изменения на головке полового члена, небольших размеров, когда мы можем полностью уже на этапе биопсии и полностью резицировать, наверное, являются оптимальными для вот этого первого пункта хирургического лечения под ракополового члена. Лекарственное лечение. Это два варианта крема. Крем вторурацил и имиквимод. Мы видим, что они действительно показали в ряде работ свою эффективность и при этой стадии заболевания должны и могут быть использованы с высокой эффективностью. Варианты лазерной абляции также на сегодняшний день допустимы у этой категории больных. Еще раз повторю, что это должна быть лазерная абляция. И в стандартах именно об этом указано. К сожалению, возможности фотодинамической терапии на сегодняшний день в этой ситуации ограничены. Если мы имеем верифицированный рак именно полового члена, то это должна быть именно аблятивная методика. По сути, мы должны вызвать коагуляционный некроз при использовании того или иного лазера. Но в основном рекомендуется СО2 лазер. Креабляция также может быть использована, особенно при ретроплазии кейра и при вирукозной карциномии, так как этому посвящены несколько исследований, которые также продемонстрировали эффективность и возможность применения данного подхода у этой категории больных раком полового члена. При этом понятно, что мы в первую очередь в этой ситуации боремся за косметический и функциональный эффект. Ну, конечно, в первую очередь онкологический, но в том числе и косметический функциональный эффект. И поэтому я сказал, что, наверное, все-таки у этой категории больных предпочтительное использование как консервативной лекарственной терапии, так или проведение вот этих аблятивных методов, возможно, при большем размере образований, ну или при неэффективности, в том числе использования лекарственных препаратов. Это еще одна важная проблема, что, к сожалению, при применении вот этих методов лечения мы можем ожидать рецидива заболевания, но при этом очень важным моментом является то, что мы, опять же, при рецидиве заболевания, которое, опять же, должно быть все-таки оценено гистологически и стадировано гистологически при отсутствии прогрессирования, мы можем выполнять повторные вмешательства, как лазерные, так и криоабляции, так и применение лекарственных композиций. Локальное лечение при клинической стадии 1 – это категория Т1А, когда мы видим инвазию кожи, ограниченной, но без лимфоваскулярной инвазии или переневральной инвазии, и при наличии невысокого грейда, когда мы видим G1 или грейд 1 и 2, и обязательно недопустима саркоматоидная гистенцировка опухоли. Поэтому вот таких более благоприятных гистологических типов, варианты инвазивной, начальной инвазивной карциномы рака полового члена мы также можем проводить локальное лечение. И в стандарты входят изменения... Но при этом это лечение уже все-таки более широкое. Оно может предусматривать как ампутацию головки полового члена, так и хирургию МОХ, но в том числе мы можем вводить уже и лучевую терапию, как в варианте дистанционной, так и брахитерапии. Но при этом все-таки в большинстве публикаций говорится о том, что лучевая терапия применяется для тех пациентов, кому неприменима хирургия, или те пациенты, которые отказываются от хирургического вмешательства по поводу данной патологии. Конечно, мы понимаем, что применение лучевой терапии, опять же, направлено на органсохраняющий подход и сохранение как косметической целостности, так и функциональных результатов. Поэтому, опять же, здесь равноценные такие позиции, как хирургического вмешательства, так и лучевой терапии. Но опять же, еще раз я подчеркну, что весь этот выбор может быть сделан только на основании адекватного гистологического стадирования. Мы видим, что для того, чтобы получить клиническую стадию, мы должны иметь все компоненты оценки и сам гистотип, и стадирование по ТНМ, и степень дифференцировки опухоли. Поэтому биопсия в этой ситуации достаточно важна. Вот о том, о чем я говорил, что, к сожалению, и эти ранние формы рака полового члена могут рецидивировать, и в том числе могут демонстрировать позитивный край при хирургическом вмешательстве. Поэтому и для этой ситуации есть определенные работы, которые определяют нашу тактику. Так, для того, чтобы избежать позитивного хирургического края, рекомендуется отступать от края... Первоначально рекомендовалось отступать от края опухоли как минимум 2 см. Но мы понимаем, что это значительно увеличивает площадь повреждения. И поэтому на сегодня показано, что у пациентов с высокодифференцированной опухолью допустимо отступить даже 1 мм от края образования. Тогда как у пациентов с категории грейда 2-3, конечно, целесообразно отступать несколько больше. На сегодня показано, что 5 мм по частоте позитивного хирургического края не отличается от 2 см края от непосредственного образования. Поэтому это мы тоже должны учитывать и следовать эти рекомендации при выполнении непосредственного хирургического удаления этого образования. Но в том числе, например, при аблятивных вмешательствах и при нанесении крема мы все-таки должны делать доступ и нанесение несколько больше в тех как раз размерах, которые здесь указаны. По поводу локальных рецидивов, как я говорил, они, к сожалению, могут быть, и при этом они разнятся от выбора первичного метода лечения. Так, при аблятивных техниках это порядка даже приводит до 50%. При сохранении головки и инцизии с сохранением головки это до 6%. И когда удаляется полностью головка, частота, естественно, рецидива опухоли, она крайне низка, не превышает 2%. Поэтому понятно, что чем более агрессивный хирургический подход, тем меньше вероятность рецидива. Но при этом это не демонстрирует каких-то реальных онкологических выгод. При том, что органсохраняющий подход демонстрирует большее число позитивных краев и большую частоту рецидива заболевания, но при этом общая выживаемость и выживаемость без метастазирования, она достоверно в этой работе не отличалась. Мы видим, что общая выживаемость и имеет нестатистически достоверные различия у пациентов, которым выполнялась ампутация головки полового члена или органсохраняющий лечение в объеме резекции головки полового члена. Да, конечно, это маленькая, опять же, группа. Опять же, здесь нет никакой рандомизации. Мы видим, что и по возрасту пациенты отличались, и ампутация выполнялась в более старшей возрастной группе, что естественно. И в том числе... И в том числе отличалась и по стадии заболевания. Мы видим, что пациенты с более продвинутой стадии были чаще представлены в группе пациентов, которым выполнялась ампутация головки полового члена. Еще одна проблема органсохраняющего лечения – это все-таки наличие микрометастазирования. Об этом нельзя наблюдать. Мы видим, что риск пальпируемых метастазов, не пальпируемых метастазов, микрометастазов у пациентов как нулевой, так и первой клинической стадии достаточно высокий – до 16%. При этом, с другой стороны, хирургическое вмешательство в объеме профилактической паховообедренной или паховой лимфоденоктомии сопряжено с достаточно серьезными осложнениями, такими как некроз кожи, лимфория, отек нижних конечностей, а также инфекционные осложнения. И понятно, что выбор подобной тактики должен быть обоснован. И при этом нет на сегодняшний день достоверных доказательств того, что подобная профилактическая паховообедренная лимфоденоктомия оказывает влияние на выживаемость этих пациентов. Поэтому на сегодня для этой категории пациентов, имеющих стадию 0.1, профилактическая паховообедренная лимфоденоктомия не должна выполняться. Эти пациенты остаются под адекватное динамическое наблюдение и только при возникновении клинически определяемого метастазирования в региональные лимфатические узлы этим пациентам должно выполняться хирургическое вмешательство. Мы двигаемся дальше. Более продвинутые стадии заболевания. Это стадии Т2А, Т2Б. По сути, по объему проводимого лечения они объединяются во вторую стадию. Подход у этих пациентов одинаковый. И по категории, по классикации ТНМ, это Т1Б. Инвазия ограничена кожей с лимфоваскулярной или переневральной инвазией. И при этом должна быть низкая степень дифференцировки. То есть это обязательно грейд 3 и саркоматоидная опухоль полового члена. Также классификация Т2Н0М0. Инвазирует спонгиозное тело как в головке, так и вентральной поверхности полового члена. Может быть инвазия в уретру, а может быть и без инвазии в уретру. Это будет классифицироваться как Т2. И клиническая группа 2Б. По ТНМ это Т3Н0М0. Наличие инвазии кавернозных тел и также с наличием или отсутствием инвазии в уретру. И эти категории должны быть обязательно определены как без клинического метастазирования лимфатических узлов Н0М0, что и определяет их подход к их лечению. Это ампутация полового члена, чаще всего с целью хорошего локального контроля. Но у тех пациентов, опять же, кому невыполнима хирургическая тактика или кто категорически отказывается от подобного подхода, может выполняться лучевая терапия или брахитерапия. Но опять же, с последующей рекомендованной сальважной хирургией. За счет проведения предшествующего лечения мы можем уменьшить объем поражения, тем самым выполнить какой-то объем органсохраняющего лечения в данной ситуации. Поэтому подобная тактика, она тоже все-таки достаточно травматична, и при этом надо понимать, что и лучевая терапия также несет за собой определенную токсичность. Поэтому здесь равноправный выбор, и он должен обсуждаться с пациентом, и выбор терапии из этих двух возможностей, конечно, будет рождаться только при общении непосредственно непосредственно пациентам. Вероятность микрометастазирования у этих пациентов возрастает, она составляет 15-25%, и опять же, тот же аргумент против профилактической лимфоденоктомии большое число осложнений. Конечно, мы можем предлагать этим пациентам так называемую биопсию сигнальных лимфатических узлов, и на сегодняшний день это стандартная тактика, но при этом мы должны понимать, что все-таки есть возможность ложнонегативных результатов, она превышает 10% на сегодняшний день, но тем не менее, и мы в том числе у определенной категории пациентов используем этот метод и проводим диагностику сигнальных лимфатических узлов. И при этом, конечно, на сегодня для этой категории клинической группы, второй клинической стадии заболевания, профилактической лимфоденоктомии рекомендована в основном у пациентов с низкодифференцированным опухолевым процессом и выполняется после предшествующей ампутации. При этом предшествующая ампутация с определенным перерывом очень важна в связи с тем, что мы еще и оцениваем этот период пациента и те инфекционные осложнения, которые могут при этом быть. Но при гистологической верификации низкой степени G3 пациенту должна быть выполнена профилактическая лимфоденоктомия, либо футлярная в полном объеме, либо все-таки хотя бы сигнальная биопсия лимфатических узлов. Лечение больных раком полового члена клинической стадии 3а и 3b уже характеризуется наличием регионарного клинического, клинически определяемого регионарного метастазирования. Это может быть любая категория T1,3 и наличие, еще раз повторяю, клинически определяемых метастазов. CN1 определяется как пальпируемое смещение односторонние паховые лимфатические узлы. PN1 определяется уже числом, непосредственным числом определенных пораженных лимфатических узлов. Оно не должно превышать 2. И категория CN2, пальпируемое смещение односторонние или двусторонние паховые лимфоузлы. И при уже морфологической верификации должно быть как минимум 3 или больше пораженных односторонних или двусторонних лимфатических узлов. Но как в первой, так и во второй группе без экстранодальной экстензии. То есть метастазирование должно быть ограничено непосредственно самим лимфатическим узлом. И вот то, о чем я уже говорил, это обязательно ампутация полового члена в тех объемах, которые необходимы при оценке данного конкретного образования. И после этого выдерживаются 3 недели с проведением антибактериальной терапии с целью исключения воспалительной реакции и с исключением воспалительной лимфоденопатии. Если в течение 3 недель на фоне антибактериальной терапии мы не видим достоверного уменьшения в объеме лимфатических узлов, то этому пациенту должна быть выполнена двусторонняя паховая лимфоденоктомия или дистанционная лучевая терапия для тех больных, кому хирургия проведения невозможна. При этом, если эти пациенты имеют низкую степень дифференцировки, даже при нормализации размеров лимфатических узлов все равно мы должны выполнить профилактическую лимфоденоктомию за высокого риска все-таки регионарного метастазирования, в том числе микрометастазирования. И хотел бы я закончить вот этим выводом. На самом деле в ряде стран европейских, в том числе в Великобритании, в том числе в Германии и в скандинавских странах, эти больных стараются концентрировать в центрах, которые занимаются этой проблемой. То есть вот такая концентрация, во-первых, позволяет, во-первых, конечно, это центры с возможностью мультимодальной терапии, то есть с различными возможностями онкологического лечения, как лучевой терапии, так и химиотерапии, так и хирургического лечения. А с другой стороны накопление опыта. Понятно, что при ситуации, когда эти больные достаточно часто у врача на курации, и результаты будут лечения этих пациентов выше. Поэтому, учитывая, что эти заболевания достаточно нечастые, заболеваемость низкая, конечно, этих пациентов уже на ранних стадиях, при ранних формах, целесообразно направлять в те специализированные центры, где занимаются раком полового члена. Это та же ситуация, что и с герминогенной опухолю яичка, где заболеваемость низкая, где опыт чрезвычайно важен, а соблюдение стандартов и тех рекомендаций, которые мы сегодня озвучили, является чрезвычайно важным для этих пациентов. Поэтому еще раз повторю, что затягивание, долгая диагностика, на самом деле, при том, что мы говорим, что больные поздно достаточно обращаются, мы часто видим больных, которых очень долго лечат, которым очень долго верифицируют онкологический процесс, и вот эта цепочка его лечения, она тормозит, теряется время, и эти пациенты не получают того адекватного в полном объеме лечения, еще раз говорю, основанного на, прежде всего, адекватном стандировании гистологической верификации. Спасибо за внимание.